Микс Ньюс. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Как мы и анонсировали, сейчас у нас в студии депутат Сейма Иврзайнич, хорошо вам известный своей борьбой, я бы так сказал, вот с этой печальной, известной системой субсидии КОС, коэффициент обязательства закупки, или ОИК. И сейчас мы в этой теме ОИК находимся на новом витке, на новом этапе Министерства экономики в соответствии с поручением Сейма, хотел бы напомнить нашим радиослушателям, должно было до 31 марта подготовить по существу проект решения о ликвидации ОИК. Вместо этого правительство во вторник заявило о том, что нет, мы не будем выполнять это поручение Сейма, и вообще откладываем этот вопрос на неопределенное время. После этого министр экономики, господин Немиро, заявил о том, что скорее всего, конечно, какое-то решение подготовим, какой-то компромисс, о полной ликвидации ОИК уже речи не идет, потому что это нам грозит судебными исками и большими штрафами, там, до 1 миллиарда евро, вот такие звучат речи, я так понимаю, что КПВ ЛВ обещала ликвидировать ОИК, и в результате ликвидировала свои обещания. Да. Да, вот Игорь Заянч у нас сегодня в студии, и, может быть, такой первый вопрос вам хотел бы задать. Вообще, вы ожидали такого поворота? Я не только ожидал, я был в нем просто убежден, что здесь даже не было другой возможности, как мы вот об этом уже говорили, перед тем, когда вообще это все началось. Я точно предсказал, как это все закончится, да, что это была пустая риторика, и то, что сделает министерство экономики, оно просто продолжит дальше прикрывать эту аферу, вместо того, чтобы принимать действительно реальные рациональные шаги по уменьшению этого вот бремени. Да, такой вопрос, который хотел задать. А вообще, кто-то может заявить о том, что само решение Сейма до 31 марта было такое весьма популистское, потому что, ну, даже если абстрагироваться от того, поддерживаем мы ОИК или нет, ну, наверное, невозможно в правом государстве сказать 31 числа, что, вы знаете, на завтрашний день мы больше 1 апреля, мы вам больше субсидий платить не будем. Да, сейчас вот очень много спекуляций насчет этого решения, и вот, мол, там говорят, все, но это же не такое решение, и так далее. То есть, тут надо ввести ясность, потому что спекуляций действительно очень много. Во-первых, чтобы понять вообще смысл этого решения парламента, надо знать контекст. И контекст был такой, что в этот день, перед тем, когда вот было, ну, вот, провозглашено вот это решение, было о нем голосование, перед тем были дебаты насчет затребования Министерства экономики, в котором я доказал, но вот насчет этой правовости и законности этой системы, да, в котором я доказал наглядно, что проблемы с этим есть и существенные. И поэтому парламент поддержал, это было первый раз в этом веку вообще, что было поддержано затребование какому-нибудь министру, и она одобрена как обоснованная. И потом на этой волне было сделано уже следующий шаг. И да, в нем был частично такой и такой политический компонент. Когда создавалось это решение, в этой аннотации этого решения написано, чтобы дать возможность ответить политическим партиям за свои данные, обещания своим избирателям, обществу, вот вносится вот такое предложение. Но что важно сказать, что в этом решении очень четко было отговорено, какая цель этого решения. Цель этого решения была уменьшить бремя, вот это бремя для латвийских потребителей. Это одна вещь, и другая очень принципиальная вещь, которая там отговорена, правовым путем. То есть, если министерство экономики, делая вот свою домашнюю работу, увидело, что она не может полностью выполнить эту задачу, то есть не может отменить это бремя, как там министр, скажем так, министр той партии, которая обещала это, что они сделают. Они увидели, что они не могут сделать. Они должны были тогда предложить, а что они могут сделать. Но что сделал министерство экономики, она вот приготовила свое предложение не как она выполнит это решение, а как она не выполнить его, как она не будет его выполнять. Но это вообще, по сути, то, что приготовила сейчас министерство экономики, она и по сути, и по своей юридической технике, это абсурд. И что еще я должен сказать, что вот у нас сегодня 28 марта, значит, завтра 29, а потом суббота, воскресенье, а потом уже понедельник, 1 апреля, да. Министерство экономики не только, то есть ОИК не только не отменен, Министерство экономики вообще не предложило парламенту вообще ничего. До нас не дошли вообще никакие документы, никакое ее предложение, ее обоснование. И даже вот этот легендарный независимый юридический анализ, на основе которого они уже тут страшилки всем рассказывают, а мы еще вообще его даже не видели. Ну вот мы еще поговорим действительно об этой ситуации СОИКа или СКОС, но все-таки не могу у вас не спросить, абстрагироваясь, может быть, от ваших политических симпатий или антипатий, вот вообще на ваш взгляд было ли возможно вообще в этом году, чисто даже не знаю, правым способом любым другим отменить эту систему, сказать, что вы знаете, ну с 1 апреля мы не успеваем, допустим, но вот с 1 июля или с 1 сентября таких дотаций из нашего кармана частного бизнеса и зеленой энергии не будет вообще никому, ни к генерации, ни там, не знаю, ветрякам и так далее. Знаете, вот какая большая ошибка у многих людей, когда они начинают дебат об этом, и особенно политиков, да, которые вот решили погреть руки на этом и заработать себе какой-нибудь политический капитал, что они начинают все говорить с черно-белыми красками, а тут не черно-белое. То есть, тут не может быть такое решение, да? То есть, то, что, скажем так, я с своей стороны никогда такое решение не предлагал, то, что я говорил, я говорил, что надо расправиться с ОК-афферой, имея в виду, вот в этой системе есть часть, которая действительно обоснована, она законна, она обоснована, и есть часть, которая, ну, очевидно, что она, у нее есть проблемы как с законностью, так и обоснованностью, и вообще право и такой системы быть, да. И то, что я говорил, и то, что можно было уже давно сделать, уже не в этом году, а уже и в прошлом году, вот разобраться, отделить зерна от плевел, да, и если бы мы это сделали, я полагаю, что проблемы с ОК уже не было, потому что, как я это вижу из той ситуации, ну, я очень много анализировал, там, что там происходит, вот если бы мы это разделение сделали, то оказалось бы, что проблем нету, поскольку та часть, которая осталась, которая действительно обоснована, и там все в порядке, она была бы очень незначительна сравнительно. Ага, вот это интересно. И я думаю, это главный повод, почему это не делается, потому что, я объясню, в чем фишка всего происходящего, почему вот такое очевидное, потому что, ну, это же... Пожалуйста, решение неожиданной поверхности. Да, она очевидна, что надо делать, но она не делается, почему это вот как примерно вот есть больной, и вам, вы врач, и вам ваша задача вылечить больного, да, и вы с чего начнете? Вы начнете с того, что поставите диагноз, а чем же он болен, что надо лечить вообще? То, что делает Министерство экономики, она наотрез отказывается делать диагноз. Чем же, чем же вот это болен, да, болен человек, и что надо лечить, то есть, не делает вот этот всесторонний такой юридический анализ этой системы и вот членов, которые, вот этой системы, которая там действует, да, чтобы, как я говорил, отделить зерна от плевел. А почему это не делать? Потому что, когда, если ты этот анализ не сделал, то ты можешь все время предлагать всякую билиберду, гнать вот всякие вот страшилки, всякие сказки рассказывать, предлагать все, что угодно, что вообще не работает, не будет действовать, не будет решать эту проблему, потому что если бы был вот этот диагноз, ты точно знаешь, чем он болен, и тебе точно можно сказать, как его надо лечить. И что самое главное, ты будешь, тогда с тебя можно будет потребовать, почему ты не делаешь вот эти конкретные вещи, которые понятно, что там видно, вот ребята, вот то-то, то-то неправильно, то-то, то-то незаконно, то-то, то-то надо устранить. Почему вы это не делаете? И вот поэтому такой анализ не делается, чтобы вот все держать вот в таких потемках, да. И это тогда дает возможность, вот путая зерна с плевным, говорить, что ребят, мы же ничего не можем сделать, если мы что-то тронем, тут все, все конец, ведь есть там действительно, есть, есть всякие там договоры по защите инвестиций, правовые всякие эти, тыско-полявые, я даже... Провое допущение, предсказуемость, да. Ну, то есть, да, что вот, но опять, и тут опять такой очень интересный нюанс, как министерство экономики с этим манипулирует, и, к сожалению, и новые министры занимаются тем же самым, вот той же самой риторикой, они вот эту право, законность, правовость, понимают очень узко, только в аспекте ОИК-получателей. Что вот, да, у них есть вот это, право полагаться на эту систему, но они забывают, что у нас, у всех остальных, у всей остальной части общества тоже есть такое же правовое, ну, право полагаться на эту систему, что эта система создана правильно, она надзирается правильно, да. То нужно соответствующие выводы делать. Да, о том-то и дело, и это, и это главное, почему это не делается, потому что тогда, если мы найдем, что эта система неправильна, следующий шаг-то какой? Если мы знаем, кто виноват, тогда надо думать, что с этим делать. Но вот тоже интересный вопрос, мы еще вернемся вот к вашему предложению, да, во второй части. Вот еще такой вопрос, который постоянно муссируется, по которому ведется дискуссия, одна сторона говорит, ну, не знаю, Министерство экономики, сначала Аша Радон, теперь, я так понимаю, господин Намира тоже поет эту песню, о том, что не-не, на самом деле вот эта система субсидий, она была законна, Брюссель ее все-таки признал, пускай за одним числом, но признал. Я так понимаю, что ваша позиция до сих пор была, что все-таки до прошлого года эта система дотации была незаконной. Я объясню, тут опять нельзя все мазать черно-белыми красками, да. То есть, я вам, и то, что говорит Министерство экономики, она говорит, вот, занимается риторикой, которая она ничем не может подтвердить. То, что я сейчас расскажу, вот, в течение буквально там пары минут, обоснованно, как это вообще выглядит с фактами и конкретными правовыми нормами. То есть, как обстоит дело с этой системой поддержки? Войдем по шагам. И вот сейчас вы будете больше эксперты, чем Министерство экономики, да. То есть, пункт первый. Любая, любая участница Европейского Союза, то есть, любое государство, перед тем, как предоставлять поддержку своим коммерсантам, согласно договору о работе, как работает Европейский Союз, который Латвия подписала, там есть конкретный панд, 108-й панд, в котором говорится, что любая поддержка перед тем, как она предоставляет коммерсантам, должна быть согласована с Европейской комиссией. Если это поддержка, и дальше есть конкретные нормы, которые отговаривают, что если такая поддержка реализуется без согласования Еврокомиссии, то такая поддержка считается незаконной. И это записано регула. Как это будет правильно, я не знаю по-русски. То есть, это... Есть так и называется регула. Регула, да. А что это такое означает, чтобы вы поняли? Это европейский закон над всеми законами. Это не директива, которую мы должны имплементировать. Это регула, которая закон над всеми законами. То есть, независимо... Это лучше, чем национальное законодательство. Именно, именно. И это то, что вот никак не хочет... И министерство экономики говорит, ну как, мы же там принимали свои законы, у нас то-то, то-то было. Ребята, не важно, что вы там принимали. Есть закон, который стоит над этими всеми законами, который говорит, если вы это делали без согласования Еврокомиссии, такая поддержка незаконна. Тогда идем дальше. И то, что дальше делает министерство экономики. Как она создает дальше опять туман и вот, скажем так, из черного старается сделать белое, да. Есть два принципиальных аспекта, которые проверяет Еврокомиссия, если вот насчет государственной поддержки. То есть, ее законность и ее, как это сказать, согласованность, насколько она соответственно правилам общего европейского рынка. То есть, это два различных факторов. И это то, что ясно ей тоже определяет Еврокомиссия, когда она вот делает свои решения. Вот что делает министерство экономики, те, которые были ответственны за вот эту схему, которую они вот и не согласовали вовремя, они путают эти две вещи, законность и согласованность. Они говорят, ну да, она была незаконна, мы согласовали. Да, вы согласовали. Но правовые акты Европейского Союза очень четко опять отговаривает. Независимо от того, была она позже согласована или не была согласована, это не меняет этот факт незаконности. То есть, сейчас она с момента, когда ее согласовали, да, она считается законной, да. Но вот этот факт незаконности, она не меняет. А это дальше определяет, из этого вытекает дальше конкретные правовые секции, последствия, да, которые опять отговариваются вот этих европейских документов, что это такое, да. И это может быть очень по-серьезному. Там действительно, вот, когда говорят об этих рисках судопроизводства, да, тогда экономики, министерство экономики очень яро рассказывает, как, мол, сейчас нас засудят ОИК-получатели, но вообще умалчивают о том, что на самом-то деле намного больше, намного в основании риски сейчас на данном моменте, не о такой ОИК-получателей, а может быть со стороны ОИК-платильщиков, нас, которые 10 лет оплачивали незаконную поддержку. А вот это умалчивается. Да. Вот во второй части мы поговорим действительно о тех реальных предложениях, которые могли бы быть. Вот не могу вас не спросить, в передаче, это было неделю тому назад, я шагу на как раз по английскому телевидению, была как раз дискуссия на эту тему. Вы сидели, министр экономики, господин Емир, бывший министр экономики. И вот, по-моему, господин Емир обросил вам такую реплику или упреку, что вы, будучи оппозиционным депутатом, каждый день чуть ли не строчите очередной запрос, и чиновники Министерства экономики, вместо того, чтобы действительно решать государственно важную проблему ликвидации ОИК, вынуждены постоянно вам чего-то отвечать. Не стыдно ли вам? Да, да, да. Я эти упреки очень много слышал, и что я могу сказать, что если бы я не писал эти запросы, тогда с этой аферой вообще ничего не делалось, потому что я сам не рад этим заниматься, потому что если они там ночь, что у них там целый департамент этим занимается, да, то представьте, как это мне, сколько мне приходится этим всем заниматься, потому что мне еще надо анализировать все то, что они там написали, основном 90% билиберда, именно из-за этого, что они по существу не отвечают, занимаются тем, что уходят, стараются скрывать правду, вот и приходится задавать столько много вопросов. Так что можно сказать, что виной тому, что вот столько много вопросов является их же самих действие. Бездействие, во-первых, что они не делают свои обязанности, а потом их действие. И что я здесь могу сказать, что вот там вот жалуются, что вот там в Риске и Думе не дают там информации о позиции, да. Но, ребята, вы перестаньте жаловаться, просто займитесь своей работой. У меня та же самая ситуация. Я не жалуюсь, я просто делаю свою работу и делаю ее так, что в конце концов я получаю эту информацию и еще добиваюсь того, что кто-то должен за это все ответить и потом дальше уже реально действовать. Да. Вот мы во второй части поговорим о том, как реально действовать. Но в первой части завершая эту тему, мы такую интригу создадим для наших радиослушателей. Кстати, звонков много во второй части будем принимать. Есть ли у вас такое внутреннее ощущение, что мы в обозримом будущем, я не имею в виду через 20 лет, не знаю, через год, через два, все-таки от этой системы, когда мы каждый датилуем по существу частный бизнес определенный, все-таки уйдем. Есть ли у вас такое ощущение? Ну, я должен сейчас вам ответить, или мы для интриги это подождем. Вот, подождем, да. Но этот вопрос начинает повиснуть в воздухе и дадим пищу для размышлений нашим радиослушателям. Я мог бы сказать, что у меня есть не ощущение, я точно расскажу, что будет. Вот. И вы можете опять об этом убедиться. Игорь Заяч, у нас в студии не переключайтесь. Мисс Ньюс. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Игорь Заяч, у нас в студии депутат Сейм, от факта и согласия мы говорим об этом злопоручном ОИК, или коэффициент обязательно закупки. Вот вопрос, который у нас мы специально такой для интриги задали, о том, можно ли будет в ближайшем будущем вообще ликвидировать эту систему субсидий частного бизнеса зеленой энергии именно из нашего кармана, да? Вот может быть тогда на этот вопрос, а потом мы перейдем вообще к сути, что можно было бы сделать, чтобы это было все правильно. Так, ну, значит, никто никогда не собирался это прекращать. Все это время то, что шло, пришло отчаянное, не попитка, как говорится, упорядочить эту систему, а отчаянная попитка продолжать прикрывать вот нынешнюю систему и ничего в ней не менять. Вот поэтому создавали все рабочие группы, которые были, чтобы тянуть время, поэтому и сейчас вот такое вот странное, вот то, что сейчас происходит, да, опять это решение парламента использовать для того, чтобы тянуть время. Ну, представьте, Министерство экономики, ну, нужно было три месяца, чтобы она разобралась и сказала, ребята, а мы ничего не можем сделать. Ребята, ну, что вы занимались тогда? Вы 20 лет уже этой системой надзираете, вам тут ясно должно было быть уже на следующий день. Мне это было ясно уже даже когда поднимался это решение, да, уже мне было ясно, что как там будет, да, а они это не могли сделать. Почему это делается? Сейчас очень важно для прикрователей этой аферы тянуть время. Почему? Потому что создается новая система. То, что я называл ОИК-2, она уже создается. И то, что произойдет в ближайшие годы, буквально пару лет, я думаю, в 21-м году, будет создана эта новая система. И мы вот, то, что мы увидим, такое реинкарнации ОИК уже в новой системе. Это ничего не новое, это уже бывало. Последняя такая реинкарнация была примерно лет 10 назад, как раз когда министром экономики был нынешний премьер, так что вот тут, видите, уже связка такая, да, он был министром экономики, Кариндж, когда создал, он вообще-то прародитель системы ОИК, когда создалась эта новая система, да, и в которую перешли все, которые получали вот эту поддержку из предыдущих систем. И вот сейчас создается такая новая система. И все то, что сейчас задача министерства экономики, как я вижу, протянуть максимально время, чтобы дать возможность, как возможности, больше заработать вот этим ребятам, которые получают вот эту поддержку, как я вижу, очень много, незаконно, и потом перейти на новые. И тогда эту старую действительно можно сказать, все, мы заканчиваем. Это то, что вот в свое время предложил уже предыдущий министр экономики, что в течение трех лет у нас ее не будет, да. Хорошо. Значит, по существу, если я правильно понял, значит, предложение все-таки постепенно, не с первого апреля, это нереально, и, во-первых. Во-вторых, все-таки вы изначально предлагаете сделать такую, ну, ревизию, не ревизию, а анализ, кто действительно юридически правомочен эту помощь получать. То, что я предложил, то есть мои предложения, они, любой может зайти в Facebook, посмотреть, я их уже больше, чем год назад рассказал, когда министерство экономики и, скажем так, играло в дурочку, по-всякому там притворяло, что не понимают, что делать. Я публично там созвал пресс-конференцию и публично рассказал конкретный пункт, сказал, что нужно сделать, чтобы расправить с ойка-ферой быстро и правовым путем, чтобы это ойка-бремя уменьшилось существенно, можно было уменьшить существенно, быстро и правовым путем, без этих вот рисков судопроизводств. И это все можно было уже сделать вот за это время, там год даже не нужен, да. И это первый шаг, то есть, как я говорил, первый шаг, надо разобраться вообще, что надо лечить, а что надо вырезать, да. Потом следующий шаг, то есть это относится как к самой системе, потому что, как мы видим, это наглядно доказывало своими затребованиями, из-за чего министерство, чиновники, министерство экономики были очень недовольны, потому что скрылось правду, которую они скрывали, которую они никак не хотели показывать, и поэтому приходилось их добивать вопросами, чтобы выбить эту правду, да. Это, значит, первое, насчет самой системы, а тут есть действительно реальные проблемы с ее правовостью и праведностью, скажем так, и потом следующий шаг с самими участниками этой системы, которые получают вот эту поддержку. Как мы опять видим, из-за того, что министерство экономики не создавало соответственную систему надзирания этого всего процесса, даже больше своими действиями, своими решениями способствовало вот тому, чтобы правила вот эти, ну, носится ими условия, условия поддержки не соблюдались с коммерсантами, то это очень широко, ну, и использовалось. Это тот пример, который я рассказывал, да, с аналогией с правилами дорожного движения, что вот аналогия правил дорожных движений было такое, что вот вы едете, и вы можете нарушать правила, вы знаете, что у вас, а если остановит, скажем, вы едете вот алкогольным на пельсе, там, в обвинении, да, находитесь, да, и вас останавливает полицейский, да, и вам, вот регулировка такая, вам за это ничего не будет, вам просто скажет, вас предупредят и скажут, ну, ты можешь дальше ехать, бухой, можешь еще полгода бухать за рулем, тебе за это ничего не будет, мы еще тебе за это будем доплачивать, вот через полгода ты уже тогда не... Потому что у нас тысячи скопали ВИБА, у нас правила определенные. Да, и вот это та система, которую Министерство экономики создало, и это почему такой крик сейчас поднялся, что они говорят, ребята, ну, вот вы же сами такую систему создали, вот сейчас соблюдайте эти правила, хотя эти правила, они неправильны, да, и в этом есть вот одна такая загвоздка, что вот если вот у государства может возникнуть какие-то риски насчет судопроизводства со стороны этих получателей, это только тогда, если Министерство экономики будет отстаивать свои незаконные действия, потому что по закону она должна была создать систему, которая эффективно контролируется, которая обеспечивает то, что коммерсанты в этой системе выполняют условия и действуют эффективным образом, что мы наглядно уже доказали, что наглядно видно, что это не так. Да, значит, 612-939, реформа прямого эфира, значит ли это, что в кратчайшие сроки, в принципе, если было бы политическая воля, как сейчас модно говорить, можно было бы такой анализ провести, часть фирм, которые действительно не имеют законных оснований получать эту субсидию, отмести, скажем так, и оставшиеся могли бы получить эти субсидии, но все равно из нашего кармана, или можно было бы предложить другой механизм? Нет, ну по-любому кто-то за это должен будет платить, это значит, что будем мы платить, или как потребители электроэнергии, или как налогоплательщики, или там не будем получать какие-то деньги, которые бы, скажем, пришли к нам в качестве еврофондов. То, что надо понять, что на данный момент производство зеленой энергии, она пока что технологии недостаточно конкурентоспособны, им необходимы поддержки, эта поддержка может быть в разных формах, да. Что здесь очень важно, и что опять не соблюдается с нашей стороны, что эта поддержка должна быть соизмерима, минимально необходима, такая, чтобы вот здесь заходили те технологии, которые наиболее эффективны, и они получали поддержку, которая, ну, не больше необходимой. То, что мы наглядно видим, что очень часто эта поддержка в разы больше, чем это было бы необходимо. И в этом большая проблема. И вот если бы мы прошли этот алгоритм, который я говорил, сначала разобрали в системе, чтобы она была честная, справедливая, потом дальше, чтобы все участники в ней участвовали честно и справедливо. И тут что какая важная, важный нюанс, что их действие очень легко проверить. Данные все есть. Вот если мы говорим про электричество, да, то там все потоки и так далее, все это можно проконтролировать, да, там в течение пять лет, да. Да. И вот, окей, если вот, если они так яро говорят про то, что давайте все, чтобы все было по-справедливому, чтобы было вот правой, это вот, по-определенности. Да, да. Ну, тогда давайте, ребята, у всех такие же условия. Вы тоже пройдите это все. И вот те, которые пройдут дальше, тогда для них определяется такой объем поддержки, который, вот, как я говорил, вот согласно тем принципам, которые я определил Еврокомиссии в своем решении. Потому что Еврокомиссия и то, что Министерство экономики опять умалчивается, она получила это согласие от Еврокомиссии. Но там были принципиальные отговорки, с какими она это получает. И одна из этих отговорок была, что Еврокомиссия указала, ребята, эта поддержка слишком щедра, вы должны ее уменьшить с разумного уровня. И Министерство экономики определил, взял с ними обязанность, как он это сделает. Это до сих пор не сделано, да. Там опять это отдельная дискуссия. И вот, и тогда вот следующий шаг, когда мы вот увидели, что в этой системе остались, а я думаю, что очень немногие останутся по этой аналогии правила дорожных движений, да, что вы сами можете представить, сколько ребят будет, те, которые соблюдали эти правила, да. Оказывается, что очень многие их не соблюдали. Я полагаю, что такие честные есть, и вот они должны и остаться. И вот этим честным тогда мы рассчитываем, что у них вообще осталось. И тут может получиться так, что у них по большому счету вообще уже ничего не осталось доплачивать, потому что из-за того, что мы платили слишком щедрую поддержку сейчас, они уже все это получили. Да, они уже получили то, что им полагается. Или там еще немножко что-то надо было бы доплатить. И это то, как я вижу. Вот эту ситуацию можно было решить очень правомерно, очень честно и быстро. Но Министерство экономики ничего из этого не делало. И до сих пор не делает. А я объяснил, почему. Это же очень наглядно. Во-первых, она сама эту систему создавала. Если мы посмотрим на те политические силы, которые это все создавали. С одной стороны, заложник, с другой стороны, те ребята, которые это все создавали, если мы посмотрим партии Единства, которые тут долгое время, как говорится, прородители многих этих вещей, то только официальных пожертвований от этих коммерсантов, эта политическая сила получила более четверти миллиона, только официальных пожертвований. Ну, ясно, какая мотивация. Какое совпадение. Да, куда это совпадение, действительно такое. И вот тоже сейчас совпадение, что опять, когда надо опять говорить про это решение, говорить опять только про правовых интересах этих ОИК-получателей. Вообще, насчет этого решения, тут вообще министр экономики, как Малевич сейчас, полный черный квадрат нарисовал. Вот мы ему просили, он может и это старается нам продать, что вот это, ребята, та картина, которую вы просили. Мы это не это ему просили, мы просили, как ты можешь правовым путем обеспечить то, чтобы эта система была справедлива, и чтобы вот то, что несправедливо, отсекалось. Нету этого всего, ничего из этого не сделано. И не даром правительство, кабинет министров вторник отклонило это предложение, сказал, с таким предложением в парламент не пойдешь. А почему это тоже отклонили? Потому что перед этим, день перед этим, я написал запрос премьеру, чтобы он отчитался, как он видит это предложение Министерства экономики. То есть, отчитывается ни о чем, да? Да, ну, о том, что, нет, ну, я там спросил, ребята, вот вы, как правительство, которое поставило на край угол правовость, да, там, законность, да, вот как вы сейчас оцениваете вот это предложение, которое приготовил Министерство экономики, в котором оно самое говорит, что это вообще правовой произвол будет, да? И все, и пропало это решение. Да. Ну, вообще, у меня такое ощущение, что вообще в этом году может ничего и не появиться. Я уже говорил, то, что для меня очевидна стратегия, если помню, что когда мы здесь встречались, я уже предвидел, как это все будет продолжаться. И то, что я сейчас еще раз могу сказать, то, что делать будет Министерство экономики, оно будет тянуть время максимально, создавать сумбур так, как делал предыдущий министр. Не так профессионально, не так качественно это прикрытие, потому что они еще там не научились, да? Ну, то же самое, аналогии, то же самое. Сделать, по существу, что сейчас сделать, создается ложный порядок, да, карты, ибо, рабочий порядок, ложный, доброчий порядок. Вот сейчас, вот сейчас я буду думать, а как же мы вот сейчас вот полностью, сейчас сразу вот это все... Вот такая повестка дня. Да, повестка дня, ложная повестка дня, да, создается, да? Что вот сейчас будут, сами создали такой мамонт, да, и сейчас его гоняют, да? Вот как же мы этот Мамонт можем там словить? Потом они просто очукнятся. Ну, Мамонт, это вы умрили 20 тысяч лет назад. А, значит, нам не надо за Мамонтом гоняться. А зачем будем гоняться? Давайте за этим, да? Вот это то, чем они сейчас занимаются, да? То есть решает проблематику не по сути, а вот создает такие фантомы. Потому что, по сути, если Министерство экономики бы занялось этим решением парламента, то она бы сразу сказала, так, полностью мы отменить 31 марта не можем, но, исходя из этих принципов, то, что вы сказали, это, 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 это. И вот предложил бы парламент, сказал, вот, вот мы три месяца проработали, вот наше предложение, то, что вы предлагаете. Мы не можем, можем сделать вот то-то, то-то, чтобы по возможности выполнить вот ту цель, которую перед нами поставили. Потому что в этом решении точно написано, уменьшите это бремя платежей для латвийских потребителей и отсечь вот эту незаконную часть поддержки. Ничего из этого не сделано вообще. Вот сейчас они опять будут думать, что-то предлагать, ну да, и вот будут анализировать. А что же вот, если мы вот сейчас действительно решим революциональным путем? Что? А вдруг будет иск? И вот будут опять это выигрывать. Да, вот там же может быть иск. Ребята, ну, конечно, всякое может быть, да. Но вот где ваше системное умисление? Как вы видите систему? Как вы видите, где проблемы, где решения? Этого нет. Да, зато у нас есть звонки. Одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый день. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый. Хотелось попасть к Абику. Да, пожалуйста, слушаем вас. Абик, сейчас слышно? Да, слушаем вас, пожалуйста. Да, говорите. Отлично. Небольшой комментарий, потом вопрос. Да. Я достаточно давно слежу за деятельностью господина Заринча. И вот даже пример сегодняшней передачи наглядно свидетельствует о том, что очень много текста и абсолютно нету ни цифр, ни фактов, ни фамилий. И упоминают какие-то аферы, какие-то аферисты, какие-то воры. Но нету ни фамилий, ни адресов, ни явок, ни паролей. То есть нет никакой конкретики. Господин Заринч, в моем понимании, избирателям продает эмоции, но не факты. И на этих эмоциях, конечно, ему, он молодец большой, ему удалось попасть в Сейм. Тем не менее, мой вопрос заключается в том, почему господин Заринч, ратуя за снижение цен на электроэнергию для народа, населения, не упоминает то, что львиную долю ОИК все эти годы получал ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. То есть Латвенерго – государственная компания, которая производит электричество из газа. Почему господин Заринч никогда не упоминал о том, что в Латвии на газ имеется 10-процентный акцизный налог, что тоже отражается на цене электричества? То есть еще раз хочу сказать, что, к сожалению, одна болтовня и никаких фактов. Спасибо. Вот мнение и вопрос. Да, спасибо. Очень хорошо. Благодарен за такое мнение и за такие комментарии. Я сейчас все объясню. Если бы действительно было так, что только одна болтовня, то, наверное, Министерство экономики, как вы знаете, думает совсем по-другому. Почему я там очень многие факты сейчас не говорю, потому что это будет слишком сложно. Я рассказываю про самые принципы. Но все те вещи, которые я говорю, они реально обоснованы фактами. Вот, скажем, мы сейчас говорили про правовую часть этой системы. Я называл конкретно, как это выглядит. Значит, если вот этот человек, который действительно интересует факты, он может зайти в мой Facebook, где вот действительно с фактами, с аргументами, с цифрами, числами, конкретными юридическими нормами, законными актами, там он увидит все очень конкретно, все то, что я говорю, под всего есть конкретные факты и обоснования. Если мы говорим про конкретные лица, то то, что со своей стороны сделал, я не судья и я не прокурор. Но то, что я сделал, вот я все эти факты собрал и передал в Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура, знакомаясь с этими фактами, она возбудила уголовное дело, и вот она дальше будет разбираться, и она уже будет та, которая скажет конкретно, которые персоны за что ответственны. То есть это не моя работа, и я не собираюсь быть судьей. То, что я сделал, я профессионально провел это все, вот свою работу, и вот эти все факты передоставил тем, которые желают. Если у кого-то есть какие-то вопросы по конкретным фактам, это можно задавать. Просто то, что раньше я делал, я действительно очень уходил в глубокой детализации, и мне обоснованно было указано, что, в общем-то, по большому счету, никто не может за этим уследить. Даже там очень часто даже в Министерстве экономики, сами чиновники, они вообще не были способны на одном уровне со мной вести вот эту аргументированную дискуссию. И поэтому то, что мы сейчас делаем, мы больше говорим про принципы. Я рассказываю все принципы. Все то, что я рассказываю, это все обосновано фактами. Дальше, если мы говорим насчет ТЭЦ, то это неправда, что я никогда об этом не говорил. Одно из моих предложений, как раз то, что мы говорили, вот мы начали говорить, я рассказывал свои предложения, что вот одно разобраться с системой, потом с участниками, с этой системой. Как я полагаю, звоните, он настолько хорошо информирован, что я полагаю, что он один из участников этой системы, поэтому так очень недоволен тем, что я делаю. Потом следующий шаг, значит, перерассчитать эту поддержку, и там я опять могу конкретные цифры. И ТЭЦ в том числе. Да, и следующий шаг насчет ТЭЦ, еще более конкретно то, что я предложил, вот это можете посмотреть, зайти в мой Facebook, и там как раз предложение Министерства экономики, когда она выступила своими предложениями от рабочей группы, и сказала, если кто-то может предложить что-то лучше, и вот я сделал конкретный анализ, вы можете там посмотреть его, вот их предложение, и предложил конкретно свои предложения. И один из пунктов был как раз насчет ТЭЦ, чтобы перерассмотреть вот эту поддержку ТЭЦ, насколько она вообще необходима. Я не убежден, что она полностью, можно от нее отказаться, потому что там есть другой фактор. ТЭЦ, опять, если перейти к детализации, они очень часто дают завершающую заявку на рынке электроэнергии по цене. А это значит, по этой завершающей заявке определяется рыночная цена. И тут может получиться так, что мы делаем, как будто отнимаем эту поддержку ТЭЦ, и у нас получается, что ТЭЦ тогда дает более высокую цену на электроэнергию, и оказывается, мы сэкономливаем на объеме той электроэнергии, которую производит ТЭЦ, но мы должны будем заплатить за все остальное. И это может получиться так, что наоборот. И поэтому я тут и предложил, что то, что должно сделать Министерство экономики, разработать какой же соизмеримой вот эта планка поддержки. То, что сейчас не совсем правильно сказал тот человек, который звонил, на самом деле у ТЭЦ уже урезана эта поддержка. Да, действительно, пару лет назад она была очень существенна, то есть где-то там более трети от всей поддержки получали ТЭЦ, да, примерно 100 миллионов. Сейчас эта поддержка урезана 4 раза. Они получают примерно, в прошлом году получили примерно 26 миллионов. То есть она существенно урезана, она уже небольшая. Если вот мы хотите конкретно факты, то получается, что на каждой объеме электроэнергии, который производили ТЭЦ в прошлом году, получится примерно, мы доплачивали 10 евро на мегаватт-час, это ну один цент, да. То есть по сравнению, скажем, если вот, скажем, там, ГЕСы, да, это больше, чем 100 мы будем платить, или ветряки, или там биогаз, там вообще, там будут 160, и то, и больше евро за мегаватт-час, да. То есть вы поняли, что, ну, как будто мы много платим за ТЭЦ, но эта поддержка сравнительно на тот объем, который энергия не производит, она получается, что, ну, там такой тонкий-тонкий слой этого жирика получается, да. Ну, вот это кратко, я там могу зайти в очень конкретную детализацию, можем фактами заниматься, но я боюсь, что в основном людям это будет слишком трудно. И времени у нас уже нет, спасибо большое. Спасибо, что пригласили. Извиняемся перед теми радиослушателями, здесь звонков очень много, на чьи вопросы не успели ответить, видимо, еще раз будем вас приглашать, тем более, к сожалению. И пусть не стесняются задавать конкретные вещи, есть действительно конкретные вещи, можем говорить про эти конкретные вещи, ну, просто они очень часто очень узко специализированные и людям трудно понятны. Игорь Завич, у нас был в студии, большое спасибо. Спасибо, что пригласили.